Данное видео для тех, кому интересно узнать, что будет с раствором, не дающим трещин, через несколько месяцев протопки. Как вы, наверное, помните, я выкладывал печь в бане, и вот она, да, это печь. Я ее ложил в мороз при минусовой температуре, выкладывал раствором, не дающим трещин. Раствор, который даже при минусовой температуре, при небольшом минусе не замерзает. Ну и, конечно, при большом минусе замерзает, но медленно очень. Ну, в том видео все показано, да, да, как я протопил. Дефект был единственный только, это вот здесь. То есть, но это не из-за причины раствора, не из-за раствора, а из-за того, что в данном случае здесь должен быть не один ряд. Ну, пищники, конечно, вы хорошо понимаете, да, знаете. То есть он, вот, а здесь должен быть еще, как минимум, еще ряд, как минимум два ряда должно быть. И в таком случае тогда вот данной трещины не будет. Просто получается, смотрите, металл сильно расширяется с этой стороны, да, и здесь. И все это давило, да, давит, расширяется, представьте, да. Вот, поэтому в данном случае здесь трещина. Ну, это причина того, что я неправильно в этом случае сделал, да, в лужу. А был еще один ряд, но у меня больше не было кирпичей, поэтому так и сделал. Так, ну, это единственный минус. И то это не причина раствора, да, не из-за раствора. Так, вот, покажу, что нигде никакого расхождения нету. Все прям как монолитно сцепилось, прям четко. Представьте, это в мороз. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, внутри в печи швы крепко сцепленные друг с другом. Это не, говорю, опять же, помните, в мороз я клал, да, при минусе. Даже в таком случае. Так что, вот кому было интересно увидеть, что будет данным раствором через несколько месяцев протопки, ну, вот я и показал вам. Специально для вас снял это видео.